Сегодня у нас прямой эфир. Тема, очень, кстати, нехорошая тема, давно я не работала с этими материалами, это жидкий камень гель и текстон. В сочетании эти материалы дают очень большое разнообразие, разнообразие вариантов дизайна, причем каждый год можно брать это сочетание, просто апгрейдить и делать в каком-то новом прочтении. Сегодня я вам предлагаю сделать вариант, когда мы используем жидкий камень гель в чистом виде и когда вариант мы используем жидкий камень гель, намешанный с эмпастой. Я больше все-таки предпочитаю вариант, когда мы его намешиваем, но в принципе имеет место быть в чистом виде. На самом деле жидкий камень гель это продукт когда-то выпускался для курса, который назывался жидкие камни, мы там делали такой в арабской тематике огромное количество украшений и там шли вот такие большие камни и я там вот учила делать с разводами, без разводов, там такой тип камня, такой тип камня. Вот сейчас жидкий камень гель для этого дизайна уже много лет не используется, но мы все еще его продаем и вы сейчас узнаете почему. Как раз мы сейчас будем намешивать. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут. А у меня тут как всегда, видите, цветочки, все красиво. Вот такие два варианта. Смотрите. Вот мы сейчас, кстати, я этот вариант сделала на синим блестящем фоне, но вот я пожалела, его лучше делать, мне кажется, вот на белом фоне будет лучше намного. Давайте с него и начнем. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится белый пол. Сейчас сделаем однотонное покрытие при помощи белого гель-лака. Я думаю, что этот вариант тут на белом будет лучше смотреть. Сейчас как раз с вами посмотрим, какой вам вариант больше понравился. сушим, сушим, сушим. Дальше перекрываем все топом без липкости. И так как мы сегодня будем работать с вами в связке с текстоном, смотрите, это золотая серебряная окраска. Внутри она выглядит как перламутр. А при высыхании она дает эффект хрома. Ему дает очень красивый эффект хрома. Здесь вот не в чистом виде, вы видите, текстон здесь уже протонирован, но тоже очень красивый результат. Поэтому, так как мы с вами планируем работать текстоном, обязательно нужно создать поверхность без липкости. Вот. А для этого идеально подойдет именно теклас. Он как промежуточный этап. Да, это же финишный слой. Вот. Но его мы часто как промежуточный этап используем. Поэтому, если хоть такой финиш без липкости использовать как промежуток для какого-то этапа дизайна, то лучше брать теклас. Сушим. И сейчас я вам предлагаю взять жидкий камень гель в чистом виде. То, что я говорила. Смотрите, у него даже упаковка вот с этими камнями идет. Потому что там много лет назад, там, я не знаю даже сколько, ну, наверное, лет 10 назад, у нас был дизайн, где я там делала там камни с разводами. Это вообще классический гель, но он имеет такую очень мягкую кристаллическую решетку. Такой, знаете, нетипичный классический гель. И за счет этого он не утяжелял свободный край из-за вот этих вот огромных камней, которые мы лепили на ногти. Вот, сейчас это уже не актуально много лет, потому что у нас есть гель, который называется джемти. Джемти это густой гель без липкости. И его лучше применять как раз сейчас для камней. Но мы очень любим жидкий камень гель. Я его не убираю из ассортимента. Вот, мы его любим за что? Мы его когда берем, и хотела его в чистом виде использовать, но знаете, я поняла, думаю, смысл вам его показывать, использование в чистом виде. Нет смысла. Я вам покажу, для чего мы его продаем. Я его называю еще жидкий камень гель загуститель эмпасты. Вы прям можете себе записать. Загуститель эмпасты. Я даже много раз предлагала переделать эту упаковку. Говорю, давайте назовем загуститель для эмпасты. Смотрите, что происходит. Там происходит химическая реакция такая. Он вроде самовыравнивающийся, такой густой гель, да. Но как только в него попадает эмпаста, неважно какого цвета, он на глазах превращается в такой прикольный 3D гель. Он на глазах превращается в классный 3D гель. Вот я за это его очень люблю. И можно делать любую фактуру. Вот как раз эта техника же, она используется для курса Nail Crust. Как раз это ОНО. И здесь нам сейчас для текстона тоже будет очень прикольно поработать вот с этим 3D гелем, который позволит нам сделать очень классную фактуру. Потому что видите, он более фактурный. Потому что если взять тот же GM Tecler и добавить в него белую эмпасту, вот такого эффекта не происходит. Это происходит именно при добавлении вот в этот гель голубого цвета. Так, ну мы просушили с вами, да? Просушили. И, например, сейчас сделаем какой-то неровный рисунок из фактуры. Получился у меня еще когда-то на курсе по дизайну, который назывался Nail Crust. Это, наверное, самый популярный курс за все время. О, кто-то пишет, сидим с малышом, смотрит. Малыш передает привет. Спасибо большое. Так, ну надо посмотреть, какую фактуру я хочу. Но я не хочу прям сильно выпукло, чтобы это было. Ну вот так вот, фактурненько. Можно кисточку поменять, да? Взять, например, тоненькую кисточку и где-то еще добавить. Видите? А еще, смотрите, давайте, как сделаем. Добавим такое движение небольшое, маленькое. Сейчас, секундочку. Берите какой-нибудь пакетик, например, от того же Шермикона. И мы сейчас вот так. О, прикольно будет, да? Короче, здесь можно баловаться с этой фактуркой прямо вот сколько угодно. Так, слушаем. Все это добро сушим. Сушим две минуты, потом обезжириваем. И дальше нам с вами понадобятся витражи. Это самая же красота будет сейчас. Ну, берем, как всегда, мой голубой витраж любимый. Я обязательно потом в описании приложу все ссылки на покупку всех материалов, которые использовались здесь. Так, возьмем синий витраж. Тоже у нас по ссылочке найдете его в описании. Берете желтый витраж. Напомню, это гель-лак, только в банке. Поэтому с открытой банкой нельзя работать. Очень быстро она начинает заветриваться. Поэтому открыли баночку. Розовый витраж. Поработали. И закрыли баночку сразу. Выкладывать лучше вот на палиточку. Сейчас мы еще сделаем такой фиолетовый. Мне очень нравится вот этот Атрио. Все вместе сейчас у вас будет. Так, сушим еще одну минуту. Давайте покажу, какой вариант мы с вами делаем. Мы сейчас делаем наподобие вот такой вариант. Только делаем на белом фоне. Я вот до этого ВКонтакте показывала, видите, на синем. И что-то мне не очень нравится. Перебор, мне кажется. За счет фона блестящего. Поэтому я сейчас предлагаю примерно то же самое, но сделать на белом фоне. Мне кажется, будет получше. Так, теперь обезжириваем. Берем забраклинсер. Снимаем липкий слой. Так как жидкий камень гель, он имеет липкий слой. А импаста, она не имеет липкого слоя. Но из-за того, что импаста перепачкалась, получается, жидким камнем, эта вся конструкция, она имеет липкость. Так, чтобы ничего тут не торчало. Можно пройтись чуть-чуть пилочкой. Все. И вот теперь спокойненько берем с вами текстом. Первый вариант мы сделаем, когда идет золотой текстом. Вот здесь мы с вами будем использовать золотой текстом. Сейчас он будет выглядеть, как обычный перламутр. Я очень люблю текстом за то, что в отличие от пигментов, которые сейчас очень часто втирают, они тоже дают такой же эффект. А пигменты, они дают такую мелкую крошку. А диктон, мне кажется, он дает прям такой сплошной хромовый эффект. Так, и теперь мы с вами берем самый обычный фен. Вот какой-нибудь такой, прям 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 примитивнейший. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Текстон на самом деле сохнет и без фена. Он сохнет на самом деле и без фена. Но с феном этот эффект достигается намного быстрее. Достигается намного быстрее. Так, сделали. И теперь я предлагаю все это разукрасить. Мне очень нравится, когда мы после текстона переходим к самой красивой части. Мы берем с вами петражики и начинаем монотонно. Но я люблю просушивать. Смотрите, я вот начинаю. И сразу же в лампу. Сушим. Старайтесь долго не возюкать по текстону, потому что текстон начинает плыть очень сильно. Вот поэтому, чтобы он не плыл, сразу в лампу. Сушим. Такой вот эффект очень красивый получается. Этот эффект металла, он светится через прозрачный слой витражной краски. Это гель-лаковая красочка. Где-то можно сбыть за границей. Чуть-чуть вот так вот сделать. Будет хорошо. Здесь можно. Скажите, наверное, на белом фоне этот вариант лучше смотрится, чем на таком блестящем синем. Здесь, конечно, немножко такой переборчик получился. Вот. Да, на беленьком лучше будет. Так, что мы еще? Давайте вот эту штучку подзакрасим тоже. Вот чуть-чуть. Все сушим. Сушим. И он такой объемный будет, понятный этот дизайн. И здесь можно сейчас перекрыть финишом. И уже сверху финиша сделать какую-то прорисовку. Прорисовку мы будем делать краской без липкости. Красочкой без липкости. Если хочется оставить фактуру, можно прям вот пройтись излишки топов, поубирать. Да? Я думаю, что это не суть важной. Мы берем пасту, она у нас без липкости. Здесь вот черненькая смола отлично подойдет для этого. И начинаем играться с абстракцией. Такое будет у нас успокоение для нашего беспокойного ума. Арт-терапия. Такая легенькая в этот момент наступает. Вот она арт-терапия. Смотрите, как красиво там вот это вот все смотрится. Да? Да, на белом прям. Можно, в принципе, было бы и так оставить. Но я же не могу. Ну да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пишите в комментариях, какой вам вариант больше нравится Что вам больше зашло Мне на белом больше нравится Сушим больше двух минут У эмпасты в этот момент исчезает липкость И наш дизайн готов И тогда дизайн готов Смотрите Вроде одно и то же Но на беленьком фоне все-таки по-другому Это вся близкучесть Видите, как жидкий камень гель Можно по-разному положить Как он по-разному может смотреться Так, и вариант я хотела показать Когда мы делаем полностью на весь ноготь Что для этого нужно Во-первых, здесь не нужно делать никакого покрытия Здесь не нужно Как мы работаем с вами Сейчас я показываю Синий лучше? Да ладно Но я рада, что синий понравился На самом деле Это значит, что я делала В синий Это был Элизио Коллекция Новая коллекция гель-лаков Которая у нас вышла В декабре У кого еще этой коллекции нет Здесь очень красивые Блестящие оттенки Красавица Ой Откуда тут селся Роскошные цвета Слушайте, девчонки Я рада, что синий нравится больше Я рада, потому что думаю Блин, скажет Блин, Мирошниченко опять Мой перебор Опять дорого-богато Опять все блестит Лично, что меня за это ругают Вот А я когда вконтакте сегодня Работала за час до вас Я взяла, видите Вот этот синий Как основу Он, конечно, сам по себе Роскошный Так, вопрос задают девчонки Пастельная коллекция Весной уйдет Вернее, я уже проговорилась Короче, да, весенняя коллекция Она будет пастельная Потому что Однозначный тренд Пастель Будет следующей весной Ну, понятно, что там много всего будет Но вот один из таких очевидных Пастель Ну, и я сама соскучилась Захотелось сделать Новую пастель Звенит Кто помнит Самая первая пастельная коллекция В Эйме Она так и называлась Пастель Звенит И хотелось Что-то в таком роде Повторить Вот Поэтому пастельные Будут очень красивые Гармоничные Тона Тоже подбирали Под оттенки Института Пантон То, что рекомендует Пантон на Двадцать третий год Вот Ну, мне кажется У нас получилось Прогнозировать И угадать Так Как я и говорила Здесь мы с вами берем Вот уже намешанный цвет Это Белый рафинад С жидким камнем гель Кто пропустил Пересмотрите Потом Начало эфира И вот этот 3D гель Который у нас Образовался Мы прям Сразу На ноготь Его Тоненько Наносим Мы его Тоненько Наносим Смотрите Наносите Как обычное покрытие Понятно Что оно не ляжет Это же 3D гель Он густой Вот Но нам это В принципе И не нужно Вот И здесь Вы начинаете Играться с фактурой Можно взять Тоненькую Кисточку Вообще Там Вот так Сделать Можно Сделать Там Какие-то Извилистые Линии Там Вот такие Что-то Можно Вот Такое Сделать В общем Здесь рисунок Может быть Самый Разный Да А можно Взять Вот как Я до этого Делала Да Пройтись Грубо Вот так Вот Кисточкой Не знаю Что Следите Просто За толщиной Но На самом Деле Дизайн Они Не толстые Получаются Это 2013 Что-ли Год Дизайны Был Текстон Энд Комбитюр Сама Придумала Название Кстати Текстон Так И здесь Вот я Очень люблю Брать Бумажечки Вот такие Жесткие От Шеремикончиков И Пройти Сделать Вот такой Рисунок Ну Клен Конечно Будет Слегка Перепачкан Поэтому Прежде Чем В лампу Ложить Либо Защитите Как-то Валики Вот Либо Протрите Сначала Все Сушим Сушим Тщательно Сушим Сушим Две Минуты Жидкий Камингель Он не имеет Липкости Но после Обезжиривания Он в принципе Такой Достаточно Глянцевый Нельзя сказать Что супер Пупер Глянец Но Глянцевый И Эмпаста Она же не имеет Липкости Когда мы Это все Вместе Смешали У того Консистенции Есть Липкость Поэтому После Просушки Двух Минут Нужно Обязательно Обезжирить Потому Что Помним Главное Правило Что Красиво Лег Текстон Ему Нужна Поверхность Глянцевая Без Липкости Если Поверхность Будет Не Глянцевая Это Будет Какашка Такая Какашуленька Будет Не Будет Вот Этого Красивого Эффекта Хрома Можно Поближе Посмотреть Видите Здесь Я сделала Просто Волнистые Линии Сейчас Мы Абсолютно То же Самое С вами Сделаем Но Только Я Сделала Как Штукатурку Я Сделала Как Штукатурку Так Еще Одна Минутка Так Пока Он у нас Сохнет Еще Раз Напомню Мы Также Будем Работать Витражами Ссылочку На Покупку Витражей Я Повешу В Описании Можно Эти Все Варианты Дизайна Приметнить На Андер Гипнозис Как Сейчас Показала Прос Видите Оказывается Вам Такое Нравится А я Видите В Ютубе Сделаю Чуть Поскромнее Думаю Возьму Просто Белый Фон Оказывается Вам Вот На Блестках Нравится Вот Это Синий Был Из Андер Гипнозис Что В принципе Имеет Места Быть Блин Мне Все Таки Вот Это Больше Нравится Лава Красиво Красиво Восхитительно Просто Красиво Восхитительно Так Блин На улице Солнышко Смотрите Какое Солнышко На улице Сейчас Вам Покажу Надо Идти Гулять Да Как Вы Считаете Пойду Ко Я Сегодня На Море У У Нем Попытка Номер Два Сегодня Сходить На Море Кто Видел Меня В Инстаграм Наверное Если Вы Здесь Сидите Короче У меня В сторис Вчера Был Очень Смешной Случай Как Пошел Ливень Еще Параллельно Меня Облила Машина С ног До Головы У меня Даже Волосы Были Мокрые Если Где-то Что-то Торчит Можно Сразу Убрать Либо Шлифовщиком Либо Пилочкой Все Здесь Мы С вами Берем Просто Серебро Вон Какая Красивая Фактура Получилась Великолепная Просто Великолепная Так Также Сушим С вами Берем Самый Обычный Фен И Поехали Великолепная 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 Снова видно, что очень быстро просыхает, когда мы работаем феном. Естественно, когда клиенту будете сушить, не обожгите его феном, выберите температуру теплую, чтобы не горячий воздух был, а теплый. Что, в принципе, вот даже маникюр, смотрите, готовый и больше ничего не нужно. Прикиньте, просто сделать вот все такие ногти. Да просто зашибись будет. Кайф. Вообще, и можно прямиком на Марс или на космос, в космос отправиться. Блин, может мне такие ногти сделать, а, девочки, это же просто офигенский. Вот. Совскучилась. Видите, я за текстоном давно не работала. Так, сейчас предлагаю сделать другим способом. В предыдущем варианте, так как там был кусочек, мы прокрашивали сразу на текстон. Когда весь ноготь, лучше перекрыть и сразу в лампу. Обратите внимание, буквально раз, два, три и сразу в лампу. Если текстон по несколько раз туда-сюда, 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 он начинает плыть от финиша. Потому что эта краска на основе растворителя. Поэтому она хоть и высохла, но она очень легко растворяться начинает. Вот. Поэтому буквально раз, два, три покрыли. А торец, кутикулу, бока можно будет потом тщательно пройти и перекрыть уже слоем финиша. Так. Так, скажите, как у меня качество эфира? Потому что мне только что позвонили. Прямо в эфире. Поставьте плюсики, если у меня все хорошо. Так, я беру вот такую мягенькую кисточку. Она у нас вообще для криделя. Вот. И ей будет очень удобно витраж наносить. Так. Ну, поехали. Все отлично. У кого, кстати, мутное качество, девчули, это, скорее всего, у вас плохое качество интернета. Потому что Ютуб, чтобы вам показывать картинку, он автоматически подстраивается под вашу скорость интернета и ужимает качество картинки. Так. Ну, смотрите. Я люблю каждый цвет наносить и подсушивать его. Сушу. Дальше. Берем желтенький. Даша! Дочь! Вот эти подростки сидят в наушниках и бесят. Дашка! Сушим. Теперь берем фиолетовый. Даша! Фиолетовый. Ух, как красиво! Боже мой! Великолепно! Можно, видите, вот если хотите поплотнее, просто вы раз и дублируете этот витражек. И дублируете. Ну, что ты мне с этим детем делать? Сидит наушниках. А вдруг это важный звонок? Даша! Ну, что такое? Так, розовый беру. Все, шикардос! И здесь, в принципе, тоже, опять же, можно бы просто оставить вот такие ногти. Без ничего. Финишем перекрыть и до свидания. А можно добавить какие-нибудь украшалки. Вот, с того же шермикончика. Сейчас я покажу. Так, его ребенок спит, я и поняла. Прикиньте, мать, а мачеха. Так, снова Теклас. Там Света, которая с Динарой в офисе сидела. Блин. Что ж такое? Суши. И есть шермикончики, вот такие квадратики. И есть вот такие слова. Смотрите, какие кайфовые слова. Уже великолепно. И это сейчас можно все соединить. Так, спрашивали. Вот это 221. Это, по-моему, я не помню. Настроение. Может, я путаю. Кстати, забыла, какой номер у этих шермиконок. Ну, я повешу, опять же, в описании. Все ссылками прямо на покупку. Повешу прямо ссылками на покупку. Так, берем квадратик. Ой. Раз, квадратик. Приклеили. Маленький какой-нибудь кусочек квадратика. И, например, слава. Слова какие. Я не подарок, я сюрприз. Отличное слово. Прям для меня подходит. Так, смотрите. Я, как далеко от моря. Вот напрямую идти минут 10-15. Но здесь нужно обходить все. Нет прямой дороги до моря. Вот, поэтому идти где-то в среднем 20 минут. Вот. И все. Финиш. Не забудьте прокрыть торцы. Так как и втирки все, глиттеры, в том числе текстон, они очень капризные. Поэтому торец обязательно перекрываем. Ну, все. Полный восторг просто. Я сегодня восторгу. Смотрите, как красиво. Красивейшно. Хочу такие ногти. Все. Делаю такой следующий маникюр. Я хотела Эйс Бэйс сделать. Ну, все. Я теперь такие ногти хочу. Все. Всем хорошего настроения рабочего. Обязательно все описание, все материалы будут под этим видео. Всем пока-пока.